ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, дорогие мои друзья! Наконец-то вот этот ком огромнейший, который свалился в плане работы, с меня немного стёк, вот, и я, побросав всё, значит, на своём ходу, прибежал, значит, сюда для того, чтобы записать целую кучу, значит, видеоуроков по барабанам. Как и, значит, традиционно мы, как и, как и традиционно мы договаривались с вами, у нас будут сегодня хвосты, вот. Вот, хвостов накопилось достаточно большое количество, очень, ну, не то чтобы опять очень, но вопросы появлялись на различные темы, я вот себе тут выписал, значит, основные из них. Я хочу сказать, что особенность эта очень хорошо наблюдается, если вы, допустим, в ВКонтакте наберёте слово «драмер» в поиске видеозаписи. Я это, допустим, вчера сделал, вот, и жена моя меня, например, обнаружила смеющимся на кровати, потому что, ну, то есть русского барабанщика почему-то интересуют барабанщики-стрекотатели или барабанщики-ломатели палок. Там было пару раз, там, Терри Бозеву попался одно видео, и два видео там появилось с Майк Манжини, при том, что общее количество видей там было, ну, порядка 600. Есть куча интересных барабанщиков, совершенно, вот именно интересных. Если раньше стрекотателей было три, да, четыре, Хеллхаммер, Трим Торсен, вот это вот с такой динамикой. Я имею в виду конкретных стрекотателей, вот этих кузнечиков, которые, значит, стрекочут, сидят. Ну, это, блин, ну это уже смешно. Но, ребята, если это был один, два, три человека, то сейчас это каждый первый. Как вот это всё видео, 600 штук ВКонтакте, и всё это стрекотатели. Первый, как говорится, будьте оригинальны, хватит стрекотать уже. Давайте займёмся вещами. Есть более интересные, и барабаны, это ритм. А когда ты стрекочешь, ну, не знаю, может, ты привлечёшь с собой таким образом самку какой-нибудь саранчи. Она посчитает, что её, значит, половой начался какой-то сезон, и, значит, прискочит к тебе с любовными своими потугами. Я тоже любитель пострекотать, да, ну, то есть у меня это не сильно получается. Но вот у меня был выбор сейчас играть песню Барсуна в темпе 190, как планировалось, да, но в 190 я чувствую, что я себя ограничиваю от многих других возможностей, которые я имею на скорости 170, например. Ну, 180, там, такое пороговое состояние. Но в 170 я чувствую, как я делаю драйв. А вот в 190 оно быстрее, да? Нет, скорее всего, я буду писать эту песню в 170. А теперь я вам расскажу страшную историю о том, как мой наставник поставил меня в неудобное положение. Ну, то есть работал в Америке, да, и вот он иногда приезжал и устраивал что-то наподобие проверки для своих учеников. Таких было там, ну, двое. И вот, приехав, значит, а я там подготовил слово там страшнейшее имя, да, это к вопросу о скорости. Такое, и все это я, значит, отработал под метроном, ну, очень быстро, там, ну, просто, ну, до усера, значит, все это стрекотало и привлекало саранчу, значит, местную. Вот. И он на это дело очень спокойно смотрел и в определенную минуту сказал, хорошо, и опустил мой метроном до 60. То, что я испытал в этот момент, равносильно приступу сердечному. Я когда услышал так, пэп, пэп, я понял, что я не выдавлю из себя ни ноты. И в этот момент, значит, пришло понимание того, что погоня за скоростью, значит, что-то у вас отнимет. Не то, что вы приобретете что-то, да, но большое количество восторженных взглядов школьниц и людей, не имеющих отношения к барабанам, да, вау, это может быть и вызовет. Но не рассчитывайте на большее, скажем так. Там можно на себя надеть костюм бразильского карнавала, да, и выйти в нем и играть с барабанами. Это тоже будет очень эффектно. Но это как бы мы с вами за скоростью не гонимся, мы играем в кайф. И у нас, давайте сделаем так, что у нас нету с вами цели. Мы не преследуем с вами какую-то цель определенную. Цель у каждого барабанщика есть. Он всегда, скотина, думает, как бы, блин, порвать барабанщика-соседа. Вот, при том, что вы можете быть очень близкими друзьями, но когда вы начнете играть, вы поймете, о чем я говорю друг с другом, да, вам захочется его уделать. Вот, вот такая цель, она пусть будет, да. Зависть к чужой технике пусть будет. Участвуйте в конкурсах, да. Я когда-то участвовал в конкурсах, я помню, что такое зависть к чужой технике. Это большой пинок под зад вам. И этот пинок способен посадить вас за барабаны, и часов 10 вы будете отрабатывать этот неработающий момент, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к этому чуваку. Гоняться за скоростью, это все для школьниц, для пятиклассниц, да, для тех людей, кому надо произвести впечатление на людей, не имеющих отношения к музыке. Все, мы, вот этот момент, как я смотрюсь за барабанами и как я выгляжу, мы, давайте его опустим. Вы будете очень хорошо выглядеть за барабанами, если вы будете хорошо на них играть. Если вы будете, значит, в карнавальном костюме, вы будете очень хорошо выглядеть за барабанами, но, в общем-то, не больше, чем выглядели за ними. Большинство вопросов сводится к одной проблеме. Проблема называется, а правильно ли я делаю? А правильно ли я держу замок? А правильно ли держать палку вот так или вот так? И где она должна быть относительно, да, ручки, хвостика? Назовем теперь это хвостик. Ну, сами знаете, у меня тут дерьми появляются моментально и также умирает. Правильно ли вот так бить или лучше вот так? Я знал одного хлопца, этот хлопец, ну, можно сказать, что это один из моих друзей таких, достаточно близких. И у него вот манера была, он где-то, не знаю, вычитал, что вот надо именно так бить. И он, значит, отрабатывал все удары вот таким вот образом. Ребята, хочу сразу сказать, потому что, и прекратить эти вопросы, то есть, все, что мы делаем в базовом, значит, курсе, а у нас сейчас базовый курс, мы рассчитываем на человека, который не умеет играть. И правильно вы, естественно, не сможете сейчас играть, и я, как бы, тоже. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы просто тупо умели играть то, что вот мы здесь разбираем. Просто тупо уметь это играть. Умеете? Могете. Все, как бы. А правильность того, как вы это делаете, вас сейчас должна не беспокоить, потому что это базовый курс, он и рассчитан на то, что вы не знаете еще, что такое правильно. Это правильно может и не прийти никогда. И вообще в барабанах правильная техника, я сомневаюсь, что она существует. Дело в том, что все вот эти поверхности, поверхность рабочего барабана, тарелки, палки, материал палки, материал кончика палки и его форма, все это влияет на отскок. Кроме того, у разных людей разные пальцы есть, у некоторых тут мизинец загнут, там вот так вот, аж отсюда. Вот. Говорить по сантиметрам, где надо держать палку, как правильно бить, мне кажется, это было бы очень самонадеянно, потому что очень много специфики здесь, чисто физической, физические свойства отскока, везде разная динамика, и нельзя сказать, как правильно. И давайте резюмируем. Сейчас правильной техники нету такого понятия, ни для меня, ни для вас. Мы сейчас тупо играем в свое удовольствие. Соответственно, вот этот страх, который вас ограничивает в том, чтобы сильно ударить, да, нормально вложиться в удар, или быстро сыграть, вот этот страх, что вы сделаете, это неправильно. Допустим, когда играешь в быструю дрот, бывает напрягается вся рука, прямо хватаешься, как в судороге, да. Это неправильно. Многие скажут, что это неправильно, да, и, значит, я играю неправильно. Я всю жизнь играю неправильно, и моя техника неправильная, потому что я очень много, причем наших совковых видосов смотрел, там человек учит, ну, чуть ли не по транспортиру, значит, удары наносить. Я посмотрел, я играю неправильно. Я, например, люблю играть без пальца большого, вообще, я его смещаю в болт, и играю между вот такой хренью. Мне удобно, и реально у меня все получается этим. Почему вы считаете, что это неправильно? Это правильно, мне кажется, потому что оно работает. У меня этот палец отдыхает. Мне не всегда нужен удар в него. Мне иногда хочется вот так поиграть. Отсюда следует следующее, значит, наше утверждение, что, ребятки, я считаю, что запариваться на замках, на их национальности, тоже не следует. Вы, меняя замки, ничего не приобретете и ничего не потеряете, по большому счету. Традиционный замок в левой руке, в джазе, в частности, позволяет играть большое количество мелочевок, потому что палка лежит в готовом состоянии на поверхности. Вот. В таком положении она у вас будет гулять, и здесь не будет такого контроля, как здесь, но это джаз. И это специфика, и достаточно глубокая, профессиональная специфика игры джаза. Мы к ней тоже придем. Замок вам многого не поменяет, да? Если вы играете германским хватом, играете германским, но учтите, что удар должен быть, самое главное, направлен сверху вниз. Я в левой руке решил проблему вот этого вот, намазывания масла на хлеб, тем, что я вывернул руку. И двойки у меня играются именно вот в этом замке удобнее, в немецком, чем во французском. Мне во французском тяжелее это делать. А одиночный я играю как раз, когда палец большой сверху. Просто все мысли о том, что правильно вы делаете сейчас, или неправильно, я считаю, что надо просто пока положить на будущее. Замок у меня французский будет, немецкий, голландский, какой-нибудь там еврейский, не имеет значения сейчас. Вам надо просто уметь играть то, что мы играем, да? Акценты, хриненты и так далее. Ну, естественно, не расхлябанно, да? Совсем сейчас вы забьете, и возьмете как клоу вот так вот, значит, эту палку, и будете вот так лахать рукой. Я имею в виду в разумных пределах. В комментариях один из пользователей, достаточно активных, он, значит, написал, что Серега, я упираюсь в потолок 230 и не могу его перепрыгнуть. Дорогой мой друг, 230 потолок, я тебе скажу уже такой, что перепрыгивать его не стоит. Мне кажется, ты уже всего достиг, мне надо выходить дальше. Начальные темпы, в которых рекомендуешь заниматься, это, ну, не больше, чем 120. Я люблю начинать темпы с 80, вот, и потому что там более интересный процесс, ты можешь его разобрать. Вот эта погоня за скоростью, она ни к чему хорошему не приведет. Она у меня зажата. Значит, говорит Льюи, зажата левая рука, не могу играть быстро. Вот эта проблема, это и есть то, что вы плюхнулись в воду, начинаете вот так делать руками и, естественно, идете ко дну. Вот и пишите потом вопрос. У меня зажато тело, я не могу плыть. Да, потому что надо научиться. Чтобы научить, чтобы разжать левую руку, надо научиться ей играть. Как можно научиться играть левой рукой? Надо ее нагрузить, но по уму. То есть не надо улетать в темпы 230. Ваши темпы это такие, которые вам легко играть, в которых вам комфортно. Если вам комфортный темп, допустим, 120, это значит, что вы его можете развить и, соответственно, в этом небыстром темпе вы его можете ускорить, потому что вы его развили в 120. Значит, вы это развитие потом можете как резину растянуть дальше. Если вы не умеете играть ни в 120, ни в 100, а в 80 и начинаете заниматься в 120, вам растягивать нечего. Соответственно, вы будете махать руками и идти ко дну. Поэтому просто возьмите комфортный темп. Расслабьтесь. А задача сводится к тому, чтобы нагрузить левую руку больше, чем правую. Но одной левой заниматься тоже нельзя, потому что вы тогда не сможете скопировать ощущения правильные, которые у вас возникли в правой руке, потому что вы правша, например, да? Для левши, конечно же, все наоборот. Вы не сможете скопировать с умеющей руки на неумеющую. Поэтому вам надо все-таки прикидывать, как вот это и это делают, чтобы эти ощущения ощутить и здесь. И вы откроете то, что вот в этой руке у вас куча чисто физически неправильных вещей. Палку не там держите, палец большой у вас не там, значит, подлиннее, слишком коротко. Палка лежит не здесь, а здесь это лучше работает, именно потому что вот так, да? И вы эти процессы сможете спокойно, значит, наблюдать во время того, как вы будете заниматься. И берете хороший темп. Я уже все 150 раз говорил. Смотрите, что у вас происходит с правой. Ага. Здесь вот так вот, значит, пальцы у меня лежат, здесь вот так у меня то-сё, да? Импульсы у меня вниз. Я практически не работаю над тем, чтобы палку поднимать наверх. Это вообще плохая привычка. А здесь что? Да, здесь здесь очень четко видно, что левой рукой я занимался мало. То есть у меня, в принципе, то же самое, что и в правой, но неуверенность, потому что я ее не нагружал. Надо ее нагрузить. Как? Берете левую руку, играете под метроном. Комфортный темп. И чтобы не считать секунды до окончания упражнения, значит, когда они окончатся уже, когда я пойду молотить уже, вовсю, чтобы вот этого не возникало, выдумываете правой рукой по томам какие-нибудь рисунки и мычите мелодию какую-нибудь. И вот таким образом вы забываете, что она у вас есть, потому что в этот момент она сама за это время, потому что это достаточно длительное время, и она сама за это время найдет позицию, в которой ей удобно. Она может быть неправильной с точки зрения ничего-нибудь, не знаю. Но если у вас получается, забейте на эту правильность. У вас получается. Играйте, как у вас получается. Не надо сейчас искать углы, искать, значит, просто играйте. Вот, и все. Чем дольше вы нагружаете левую руку, тем быстрее она раскрепостится и найдет свою позицию правильно. При занятии, допустим, на нагрузку левой руки очень важно давать иногда, давать иногда рукам отдохнуть. Буквально минут на 5-10 максимум, да? Просто дайте немножко руке отдохнуть, позанимайтесь чем-то другим, может, ногами, может, какими-то одиночными ударами, а потом опять приступайте. Когда рука отдыхает по чуть-чуть, она через 3 минуты вступит гораздо быстрее. То есть, это люди, которые задают вопросы постоянно по поводу преодоления скоростных барьеров. Здесь необходимо также и честь знать для рук. Пусть они немножко пар сходят с них. Иногда размешиваете левую руку, занятие левой рукой, правой, для того, чтобы посмотреть, а как тут, правильно, как тут это работает. Ага, здесь оказывается палец-то большой вперед. Хм, палец по палке у меня лично, у меня лично палец по палке ушел чуть-чуть вперед. А вот этой рукой я играю прямо вот на стыке. Из-за этого возникает ощущение какого-то напряжения. Если я палец вперед убираю, я получаю вот это движение. А потом еще очень важный момент, который я... Это уже тоже хвосты, как бы, но с другого, значит, с другого опера. Но я просто... Мы с вами занимались пальцами, да? И вот это хвосты из занятия пальцами. Я очень много, скажу так, позанимался пальцами и обнаружил такую хрень, что, во-первых, вот как я уже сказал, что большой палец в правой руке, он не просто у меня лежит как бы вот в этом месте, да? Он у меня по палке скользит чуть-чуть вверх и вот в таком положении он у меня находится. А в левой руке должно происходить на одной линии. Вот. И я ощущаю все время какое-то напряжение в этом моменте. А когда я палец продвинул чуть вперед, я, конечно, немного позапаливался над этим делом, да? Мне немного это тяжело удалось, но я в медленном темпе с этим разобрался и потом увидел, что, ё-красоте, так удобней. Так удобней. И все. Правильно это или неправильно, я не знаю, но так удобней мне лично. Опять же, по пальцам, хвосты по пальцам. Второй момент. В правой руке я обнаружил, что у меня иногда, иногда происходит отрыв пальцев, пальцев от палки. То есть, когда я играю в единочке, у меня как баскетбольный мяч отрывается. Вы же не баскетболите мячом с полным касанием мяча, вот так вот, да? Вы его, естественно, он у вас отрывается, а потом вы его, значит, вот так вот бьете. То же самое в правой руке у меня происходило. Я стал заниматься с отрывом. И вы сами обнаружите, как импульсы начинают появляться в этой руке. Не надо преодолевать пороги в 230. Ну, тоже относящийся к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Я, когда играю, значит, быстро, ну, практически 90% вопросов это невозможность играть быстро, что поменяло даже что-то во мне, в сознании, того, что это неправильно и не надо работать на скорость. Я играю, значит, одиночные, и как бы все нормально происходит, но когда я начинаю преодолевать барьеры в 200 миллиардов, у меня, по-моему, начинают бить это на время. Вот такая хрень происходит. Почему, Сергей, значит, Алисфура, ответь-ка на этот вопрос? Проблема в том, что вы хотите перепрыгнуть в собственную голову, то есть научиться плавать, не видя воды при этом, ни разу. Вы просто плюхнулись и начинаете делать вот то, как вы видели это дело, да? Но то, что внутри происходит в организме, вы не знаете, поэтому вы уйдете на дно. Что есть бить слабо? Почему проблемы с сильным ударом происходят у людей? Потому что удар не происходит вниз. Вы работаете на удар вверх. Я работаю на удар вверх. И эта проблема достаточно серьезная. У меня она очень долгое время стояла. То есть я, когда играю, когда играл раньше, у меня постоянно происходила хрень. При ударе сюда я уже занимался тем, что я поднимал палку. И в руках складывается ощущение двойной игры. Игры вниз и игры вверх. Я вот надеюсь, что вы меня сейчас понимаете, о чем я говорю. Когда вы мысленно сверх внутрь головы забрасываете такой приказ играть только вниз и не работать наверх, вы начинаете ощущать то, что вы бьете хлыстом и бьете мощно. И именно работа вниз это и есть мощная игра. Если вы будете работать наверх, а очень многие это делают и это сразу видно, вы будете, во-первых, в два раза сильнее уставать, а во-вторых, вы в два раза потеряете мощность удара. Что не есть хорошо. Для того, чтобы это у вас работало, я рекомендую сделать небольшую табличку и положить ее в самом видном месте, туда, куда вы смотрите во время занятий. Многие там себе смотрят в одно место, когда играют. Я, например, зачастую глаза стараюсь закрывать во время игры, чтобы лучше начинать слышать то, что я делаю. Это очень тоже полезное занятие. Но я искал такое место, где себе написать вот эту вещь, что «Играй вниз». И я, когда эту фразу вижу, я автоматически посылаю себе команду и приучаю себя это делать постоянно. Я рекомендую вам это тоже сделать. Я для себя нашел такое место, я прямо на пластике себе написал «Играй вниз». И всегда у меня на пластике было «Играй вниз». И все меня спрашивают, что это за надпись, а куда еще можно играть? Дело в том, что я когда-то, будучи юнцом, раздобыл видеокассету, ну не раздобыл, но, скажем так, я ее повзаимствовал в школе Амара Хакима. Барабанщик играл в группе Ствинга, еще где-то он там, по-моему, это один из самых талантливейших барабанщиков в мире. И он играл у Тины Кернера, то есть у него огромный послужной список. Это тот человек, который улучшает запись, а не ухудшает ее своей игрой, поэтому его приглашают часто на записи. Он очень талантливый парень, он в Дайр Стрейс также играл одно время, также он играл у Эрика Клэптона. Ну, в общем, можете представить, Амар Хаким, его барабанная школа, и он в этой барабанной школе в основном рассказывал о том, как надо расслабляться за барабанами. Он говорил, расслабляйтесь за барабанами. На том этапе, на котором я смотрел эту видеошколу, расслабиться за барабанами, для меня означало просто обмякнуть, пустить слюню и, в общем, повиснуть. Ребятки, этот человек прошел через напряжение нечеловеческое, с детства он занимался на барабанах, и уже на своем уровне, на профессиональном, он понял, что это ему мешает, и надо расслабляться. Если вы напрягаетесь, естественно, это барабаны, это барабаны, это не арфа. Барабаны, по ним надо бить, и вам придется у них хреначить. Надо у них бить, и бить достаточно серьезно. И вот проблема конкретно электронных барабанов в том, что по ним бить сильно нельзя. Они, модуль барабанных глюканет, и скажут, фак, то есть я не понимаю, куда ты сейчас бьешь. Я бью в тон, а стойка трясется, и вот эта вся хрень понимает, что тоже надо, наверное, ну, тихий, но какой-то удар надо выплевывать. Поэтому тут как бы сильные удары не приветствуются, и это плохая привычка, плохая привычка электронных барабанов. Именно по этой причине я занимаюсь на барабанах только теоретическими вещами. И это равносильно тому, что вы занимаетесь в данный момент на резинке. И это фактически моя резинка. Так называемые фипсовые барабаны. Это фипсы. Вот. После них, после того, как я поставлю здесь всю, значит, тему, мы с вами поговорим про все, и про ноги, и про руки, и про акценты, и про дидлы, и про триоли, и рудименты. Многие там вопросы такие задают. Когда же, когда же мы будем двойками заниматься? Мы очень скоро к ним подойдем. Буквально сейчас мы и начнем ими заниматься. просто больше нам нечего заниматься. Мы подошли к этому моменту, когда мы начнем заниматься серьезными вещами с вами. То мы баловались, а сейчас мы начнем заниматься очень серьезными штуками. Вот. И поэтому потом наша видеошкола с вот этой установки перейдет на живую. Для вас это будет означать переход с резинки за барабаном. Вот. И на барабанах вся вот эта вот тема, она резко меняется. И меняется в сторону, конечно же, в неудобную. Потому что в барабанах, рабочий барабан не так отскакивает, как резинка, да? Он наоборот возникает момент, когда он палку в себя втягивает, а потом ее резко выплевывает. Томбас, та же самая хрень. Там нет отскока. Ты бьешь, палка опять втягивается внутрь, потом через какое-то время то есть ощущение, что палки прилипают. И вы, зная вот это все, садитесь туда и у вас это там не получается. Поэтому два месяца того, чтобы все вот это вот, то, что мы занимались здесь, повторить там. Тогда вы войдете в нормальную форму, привыкните к отскокам, привыкните к расположению, а барабаны, они крупные, поэтому они расположены дальше друг от друга. То есть у вас поменяется позиция даже физическая. И в этой позиции вам надо будет привыкнуть. Но это ничего страшного. Все это нормальные задачи, которые очень легко решаются. И мы с вами к этому, собственно говоря, перейдем. Но сейчас нам надо, грубо говоря, поставить руки и поставить ноги вместе. Все. Все.